У меня тут много цветов. Идея в следующем. Есть херовые... Да, слушайте, и не тролльте. Ну, пожалуйста. Херовые дороги у нас есть, да? И, по сути, с ними сделать нихрена нельзя. Все это знают, да? Проинвестировать надо кучу бабла, и никто это никогда не сделает. Что можно сделать реально? Это сделать такой же трекер, как пробки, Яндекс.Пробки. Я такой же трекер плохих дорог. То есть вы просто ставите телефон, есть... Есть же два роки тому на гугл, это, андроид хакатоне, было реализовано. Ну, ладно, продолжай, нормально. Ну, вот, короче. Может быть, там что-то есть, да? Посмотрим, да? Есть? Отлично. Идея в следующем, да? То есть из этого, поскольку у нас тема социальная, да, из этого можно сделать всякие интересные вещи. Кроме того, чтобы там тупо фоткать эти ямы там, да, там, или что. Тут, тут, я не знаю, какая там там система, да, у меня идея следующая. Есть гироскоп, он отмечает дороги, на больших числах отмечают плохие дороги. Но у вас будет волшебная функция, например, отправить имейл в УкрАвтодор. С заявлением каким-то... Представьте, они игнорируют ваши письма. Пусть. Представьте просто фан от ста тысяч писем, которые отправляются в УкрАвтодор. Это раз. Вторая фишка, да, это то, что вы можете похвастаться на где-нибудь на Фейсбуке, насколько херово у вас дорога. У вас есть индекс, например, там, 25%. Я еду нахрен, белки несут меня по говну. Вот я возьму... Просил эти тролли. Условно, для наших стран... Поэтому стартап называется... Стартап называется Worst Road Ever. Вы занимаетесь конкуренцией о том, у кого самая экировая дорога домой. Даже развеющий, как с белками вариант, гораздо сильнее посыл. Один момент. Белки несут тебя домой. Белки несут тебя домой. Это слоган. Можно там? Нет, нет, нет. Кого ищешь, что? Кого ищешь? Я... Почем он носует? Пограммированный нужен front-end, back-end. Это будет Android, короче. Значит, первое. Это изучить то, что изготовлено. Второе. На самом деле, лучше ямами не хвастаться, а просто на все девайсы сообщать, что там пипец. Ну, то есть изначально, то есть тут вот три функционала. Первый. Предупредить водитель. Это, понимаете, дополнительная функция, например, зимой. Если там яма какая-то фиксирует стабильность, на самом деле яма это гораздо опаснее, когда ты ночью едешь в плохую цель, а тебе приходят, говорят, за пять километров будет бебесно. И теперь пищем. Смотри проект, но... РАУДАР. 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 Идея простая, достаточно реализуемая, три скрина прикрутили. Ты просто не программист, ты про гироскопки все знаешь, тебе кажется, что легко реализуемая. Понятно. Окей, я не программист, я... Ну, интересно, вопрос. Вопрос такой. Давид, подсоедините. Ну, это больше уже в конце. Вот ты отправил кому-то, Укр, Яма, вот так все. Укр, Автодор, прошу прощать. Отправил им все эти письма. Твое мнение, они это сделают? Нет. Тогда профит. Что, профит, профит. То есть в том, что ты просто получаешь моральное, блядь, удовлетворение от того, что ты просто не выбраешь. Тебе не нужно писать это письмо, оно автоматически. Да кроток, нормально. Что там это? Какое моральное удовлетворение я получаю, когда еду, вот, извини, в правильную улицу по говну? Если я, конечно, идиот, то я, может, получаю моральное удовлетворение, скакаю по ямам каждое благотворение. А есть ли психолог, он не объяснит, что этим надо говорить? А, ну, ладно. Мне кажется, что это очень хороший проект, но это называется Росяма, он реализован. Укряма, Талеша Навальный сделала в Аглоднадад. То есть там фишка в чем-то, можешь подать конкретно слонированную по бюрократическим правилам жалобу, и она будет отслеживаться ее движение и выполнение. Росяма, Укряма тоже существует. Ну, развивать там есть куда? Не, ну, слушайте, то есть, вопрос, посмотрите. Идея, это идея. Идея классная, но лучше, чтобы она действительно предупреждала, а не троллила. А по поводу гироскопа и все, вот к этому мальчику, который тебя троллил. Серьезно. Ясно, спасибо, можете обсудить. Спасибо. Спасибо большое. Ум, пожалуйста.